Плод, который я вам приготовила, называется китайским крыжовником и содержит огромное количество витамина С. Как вы думаете, что это такое? Конечно же, самые внимательные догадались, что речь идет именно о киве. Те плоды, что мы с вами сегодня употребляем в пищу, выведены новозеландскими селекционерами и названы в честь одноименной птички, которая так похожа на эту ягодку. В киве действительно огромное содержание витамина С, между прочим, вдвое больше, чем в лимонах и апельсинах. Чем лично мне нравится киви? Это тем, что я, будучи аллергиком, не испытываю никаких аллергических реакций на эту ягоду. Вот этот сорт, который я сейчас разрезала, называется Gold. Он более сладкий, более мягкий, но менее насыщенного цвета. Намного слаще, чем тот волосатый киви, к которому мы привыкли. Этот мы сейчас с вами разрежем, он будет более яркий внутри. И вот он уже будет более резкий, более колющий на языке. Как правильно выбирать киви? Да я думаю, что вы лучше меня знаете. Единственное, что не стоит брать киви, когда они уже прям совсем мягкие. Смотрите, если они сильно проминаются, вот видите, он значит внутри уже просто забродивший. А еще один интересный факт о киве. Оказывается, из него невозможно сделать желе, потому что содержащиеся в нем ферменты расщепляют желатин и не дают ему застывать. Но самое главное достоинство киви, на мой взгляд, это то, что он поддерживает наш женский организм. Он очень полезен для женщин, потому что продлевает нашу молодость, красоту и делает нас вечным ладом. Редактор субтитров А.Семкин